Добрый день, уважаемые трейдер-инвесторы, сегодня 12 июня, среда, представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, сегодня среда, можно сказать, середина месяца и сегодня важные новости по доллару, это инфляция в 15.30 в США и фомки с процентной ставкой в 21 объявление и 21.30 пресс-конференция. Это мощнейшая новость и сегодня будет гиперволатильность, я надеюсь, что вечером на этой волатильности кто-то сможет заработать денег и мы посмотрим сегодня, что можно поторговать на графиках. Поехали. Итак, начнем мы с котировок золота. Золото после обвала на нонфармах логично корректируется, и те, кстати, трейдунишки, которые работают в рамках сломов, да, и уже здесь заработали несколько раз, сломы потихонечку лонговые идут, 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 и впереди у нас еще уже площадка вот эта, я думаю, что она тоже будет вынесена в ближайшее время. Ну, то есть потихонечку инструмент отбивается, вот, но понятное дело, что такая пауза перед очередными новостями, что из не очень хороших новостей для покупателей инструмента, здесь уже назревает ловушка покупателей, которая сейчас будет прятаться за май месяц, и их могут, конечно, с огоньком вынести. Вопрос только от Коли, от Коли, потому что шортовые сломы очень высоко находятся, вот, может трупнуть, конечно, в любой момент, поэтому с точки зрения охоты за стопами, конечно же, все, все цели внизу, и золото есть куда падать, но именно по заходу шортовых сломов нет, большой шортовый слом, ну, оба находятся довольно высоко, поэтому, если, конечно, сюда закинуть, можно взять какие-то коррекционные движения. Пока, на мой взгляд, именно вот заходных моментов просто нет. О паре евро-доллар, здесь довольно любопытная картина, друзья мои, дело в том, что вообще весь сейчас замут, который, который у нас сейчас происходит по инструменту, именно новостной, да, то есть у нас большое количество времени рынок рос, вот, и этот рост продолжался у нас там с апреля, там, по конец мая. Ну, вот, и там были хорошие новости, и плохие, вот, и именно вот на сильных нонфармах, я имею в виду сильных в плане волатильных, рынок упал, вот, и здесь может быть два сценария, как обычно, да, и мы просто должны выбрать, какой нам выгоднее, значит, вариант номер один, я вчера показывал, что вся вот эта мощная волна с апреля по конец мая, это, возможно, волна А, сейчас мы имеем коррекцию, если сейчас выходит инфляция плюс помки слабые, мы можем увидеть вот такую трешку, которая вознесет пару евро-доллар в очередной тузимун на обновление всего и вся. Соответственно, мы сейчас находимся ниже полтинника по FIBA от всего вот этого лонгового импульса, и это неплохая зона для покупок, особенно, когда был пробит один из вот этого, из таких, ну, важных экстремов, на мой взгляд, вчера на лоях. В принципе, неплохо, неплохо, то есть место для, именно для покупок неплохое, потому что именно лонговых сломов здесь, ну, они были очень вялые в свое время, ну, так себе. Шартов для продавцов зоны продаж гораздо выше, то есть, как минимум, если вы здесь где-то будете искать лонги, то вот этот потенциал, даже от текущих сюда, это 1000 пунктов по пятому знаку. Вот, я не говорю о том, что срочно покупать, в любом случае, куда бы вы ни стали, все решится сегодня в 15.30 и в 21.30, когда будет пресс-конференция ФОМ. То, что у нас вчера дневка, дневочка закрылась довольно слабенько, то есть, видно, что рынок упал, а потом пины, 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 и все это потихонечку глохнет. Все это понятно, но это происходит не просто так, а просто перед новостями. То есть, да, уже все напродались, и теперь могут продавцы просто фиксить свои шарты перед новостями, потому что мало кто знает, что сегодня будет. Вот, поэтому, возможно, это все коррекционное движение на пути, движение наверх, и это было бы неплохо использовать для тех, кто хочет покупать инструмент. Так, что касается фунта, вчера мы с ребятами в закрытом чате продавали фунта, вот делали это на минутках-пятиминутках, вот именно из этой зоны, вот здесь, вот здесь, инструмент прошел довольно неплохо, здесь там стоп был порядка, насколько вот в этой зоне мы брали, ну там 80 стоп и 340 давало в моменте, но я ждал, конечно, поглубже, и к концу дня уже выпрыгнул по безубытку. То, что сейчас рисует фунт, не очень хорошая картина для покупателей, потому что позавчера фунта откупили, и вчера американцы тоже фунта откупили, и видно, что они это делают планомерно. Как бы это не инсайдик какой-то, который скажет о том, что кто-то знает, что с баксом что-то не так будет сегодня. С другой стороны, с другой стороны, я уже показывал этот сценарий на недельках, на неделях у нас гигантское скопление ликвидности под котировочкой 1.26748, которое не было пробито уже неделю, вторую, третью, четвертую неделю подряд, почти месяц, можно сказать. Этот уровень держится, не пробивается, это очень странно, но фунт, он такой, может, в принципе, такое оставить, и дальше пойти, куда ему хочется. Но в любом случае, если вы прям продавец-продавец, то у вас неприятность в том, что прошлая неделя не обновлена по хаям, то есть у нас площадка и снизу, и площадка сверху, это очень странно. Вот я вчера в своих попытках продавать аккуратно, хотел именно крови покупателей вот здесь вот пощупать, чтобы потом уже бахнуть по продавцам, которые стоят вот здесь. Но не дошли, не дошли, это очень странно, очень странно, что не пошли вчера за вот этой площадкой. Ну, в принципе, что поделать, что поделать, пусть будет так. Дневка вчера закрылась тоже совсем не по-шартовому, давайте кинем чистый шаблон. Вот, то есть у нас идет коррекционное движение мощное, вот здесь можно отработать следующим образом. Ну, опять же, работать от нонфармов, если бакс укрепится, дадут какой-то шартовый импульс, и от него брать третью волну именно по этим лоям. Если бакс опять укрепится, и это скоррелирует с, там, инфляция скоррелирует с безработицей, да, то есть на укрепление, то мы увидим, собственно, продолжение третьей волны вниз, и вот таким вот. То есть вот этот импульс, это оно у нас нонфармы. Если сейчас выйдет инфляция такая же по направлению, ну, я имею в виду сильная, да, то мы увидим трешку вниз. Если инфляция будет слабая, да, то это все перекроется, скорее всего, дальше, и есть куда расти, потому что сверху осталась площадка. Эти, это тоже может быть забрано через какое-то количество времени, вот такое тоже часто бывает. Значит, для того, чтобы здесь рисковать деньгами, у нас опять же две зоны. Две зоны, которые, если вы прям продавец, вы можете действовать либо от зоны шортового слома здесь, но опять же не на зеленой инфляции. То есть если сейчас выйдет зеленочка, и у вас будет вот такая ракета, не нужно продавать здесь, это неправильно. То есть если просто дотянут до этой зоны и выйдут новости, то здесь, в принципе, можно попробовать, и у вас четкий понятный риск. Вот, но то, что американцы откупают уже три дня подряд фунта, это, конечно, не очень воревало. Либо второй вариант, вы видите, ну, укрепление бакса, соответственно, мощный импульс вниз, рисуйте сломные уровни, берите откаты от них, и лупите уже вниз по продавцам. Точка захода у вас будет примерно здесь. То есть зашла новость, рынок откатился, на первых фиксах под вами площадочка, вы понимаете направление, и с отката, если он будет, конечно, попробуйте шортить именно в эту зону. То есть зона тейк профита есть, и сверху, и снизу вопрос точки захода, а это может произойти через импульс новостное. Собственно, так часто бывает. Так, что касается австралийского доллара, я его сейчас рассматриваю исключительно в среднесрочной перспективе, и так же, как и по многим инструментам, вижу глобальное ослабление американского доллара на недельных таймфреймах и подход к уровню 0.69 по этому инструменту. Это может произойти, опять же, на слабой инфляции, либо на фомках, которые могут сегодня прослабить инструменты. Мы видим здесь трешку наверх, но, возможно, еще забросы вниз перед походом наверх в рамках вот этой трехволновой структуры, где мы сейчас бьемся в 61-ю фибу. Доллар-канадец. Доллар-канадец – один из самых загадочных инструментов на сегодняшний день. По нему также прослеживается вот эта натяжка именно по баксу. То есть бакс укрепляется, но оставляет очень много долгов. Это говорит о том, что в ближайшей перспективе будет мощнейшее ослабление бакса. И, возможно, оно может начаться именно сегодня на новостях, либо на сочетании новостей, которые сегодня выйдут или в 15.30, или в 21.30. Так. Доллар-иена. Доллар-иена, как я и говорил, продолжает отрабатывать недельный сетап на рост. В рамках у нас шикарный пин-бар в тенденции, инструмент подрастает. И вот эта площадка, я думаю, обновит с огоньком. Нефтяночка. Очень знатно откупилась. 78. Все это здорово. Кого-то радует, кого-то нет. Я здесь пока не играю. Почему? Потому что до шартового слома еще далеко. И он на самом деле не очень четкий, потому что здесь есть у нас гэпчик. Жду интересных каких-то моментов. Ждал, конечно, подкупиться вот в этой зоне, но отката в эту зону не дали. Был бы шикарный заход. Биткоин. Биткоин оставил площадку на хаях. И вчера дал очень аккуратненько вот здесь вот снятие стопов. И теперь может вполне переписать вот эти хая. И опять же это коррелирует с ослаблением бакса. Напоминаю, что биткоин торгуется за доллары, дорогие друзья. И ослабление бакса в новостях в его, а не отображаться ростом котировок биткоина. Как на этом заработать? Смотрите, сейчас есть у нас лонговый слом. Он находится здесь. Через какое-то время рынок может упереться в шортовый слом, который находится выше. И откорректироваться в этот лонговый слом. И тогда у вас появится отличная точка входа. Которую вы можете использовать в целях личного обогащения. Вот с таким стопом, но вот с таким или с таким профитом. Так что нарешать вам. Индекс бакса. Индекс бакса, как я и говорил, опять же коррелирует с моими идеями будущего возможного ослабления американского доллара. Тоже шортовая инициатива. Внизу осталась площадка. Мы сейчас находимся в зоне 50% отката. Рынок однозначно остановился. Перед новостями здесь площадка, здесь площадка. Я считаю, что вполне можем прошагать вот это расстояние. И переписать вот эту недельную зону. Фондовые индексы все на хаях. СНП, Насдак, все в космосе. Здесь ничего пока с точки зрения сломов любопытного нет. Не лезем в индексы. Газ тоже стоит дорого. От хороших цен не дают. Не трогаем. С доллар-франкой дальше меня интересует сеточный метод торговли. Жду, когда инструмент зайдет до границы диапазона. Пока не трогаем. Цены не очень привлекательны. У канадца франка та же самая история. Ждем, когда зайдет в зону магических синих прямоугольников. Канадец иена корректируется все выше. Напоминаю, что канадец коррелирует с американским долларом. Если бакс ослабнет, ослабнет и канадец в этом инструменте. И я надеюсь, мы наконец увидим вот эту третью волну. Которая должна пробить вот это двойное дно. И как минимум вот эти вот тоже хвосты можем переписать. Поэтому будьте внимательны. Инструмент в этом плане шикарный. Франк иена прет как танк дальше. Зона для продаж я показывал. То есть, когда у нас пройдет шартовый слом. И от него с отката можно будет продавать. Австралиец, канадец. Пока вне зоны наших интересов. Сюда не лезем. Новозеландец, франк. Если будет расти, будем продавать выше вершин текущего года. Пока рано. Австралиец, новозеландец опять заснул внутри диапазона. Не дал нам хороших ценчиков. Ждем, когда даст. Ну и еврокат. Если сегодня бакс ослабнет. Это ослабнет и канадский доллар. И мы увидим хороший импульс вверх. Быстрее бы уже надоел этот инструмент. Евро, франк. Пока не дает нам интересных сломов понимания. Не лезем в него. И в принципе пока все. Давайте посмотрим ответы на вопрос на YouTube канале. По вчерашнему видео. Значит, Роман. Один из завтаров торговой стратегии. И цирюльник говорит, что торгует со стопами. Только на H1, H4. А, только торгуй на H1. С H4 ушел. Когда будет статистика. Хотя бы за 3-6 месяцев. Уже на реальном счете дам знать. Роман, дайте нам статистику в симуляторе. Хотя бы за 3 года. И мы пожмем вашу удаленно, вашу трейдерскую руку. Он за стопами. Я про фунта сегодня рассказал. Америка второй день покупает перед новостями просто наблюдение. Да, рынок часто идет на новостях против тех движений, которые были перед ними. Так часто бывает. Это называется паттерн натяжка перед новостью. Я его давал в своих мастер-классах. Которые, кстати, сегодня тоже опубликую. С разбором сделок интересных. И там будет здорово. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Forex. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok